Согласно статистике, рост случаев онкологических заболеваний сейчас фиксируется именно по тем направлениям, где активно проводится диагностика. Так, на первое место вышел рак предстательной железы – 85 случаев за первое полугодие. Выявлять болезнь на ранней стадии помогает скрининговая программа, которая проходит в учреждениях здравоохранения. Это довольно-таки много, да, есть рост, но скорее это связано с улучшением диагностики, так как в настоящее время очень активно проводится скрининговая программа обследования пациентов, мужчин в возрасте от 50 до 65 лет. То есть это скрининговое обследование, сдача крови на ПСА. Активно выявляются пациенты с повышением ПСА, направляются они на биопсию предстательной железы в условиях нашего урологического отделения. И, собственно, выявляются случаи онкологии. То есть это пациенты, которые не имеют никаких симптомов заболеваний, и в основном, в 80-90% случаев заболевание выявляется на первой-второй стадии и успешно поддаётся лечению. В тройке самых распространённых онкологических заболеваний также рак молочной железы. За первое полугодие выявлено 32 новых случая. В этом направлении также улучшена диагностика. Сейчас женщины определённой возрастной группы массово направляются на маммографическое исследование. Это один из самых эффективных методов выявления рака молочной железы. Он позволяет обнаружить опухоль минимальных размеров. Исследование безболезненно и требует минимальных временных затрат. Возрастная группа для исследования молочных желез – это женщины от 50 до 69 лет. Это связано с структурой молочных желез. То есть после 50 происходит инволюция молочных желез, в результате чего уходит железистая ткань. То есть не уходит, она замещается жировой тканью. И информативность маммографии значительно возрастает. Соответственно, женщины до 50 лет, которые проходят исследования, может быть низкая информативность маммографии. После 69 лет у женщин чаще всего выявляется образование доброкачественное. Также в Солигорской больнице продолжается скрининговая программа по выявлению рака лёгкого. С 2021 года в рамках её проведения выявлено 14 новых случаев. Обследование в рамках скринингов пациентам предлагают пройти при плановых медосмотрах, визитах к специалистам, направляют уведомления с приглашением прийти в поликлинику. Врачи дают направление, разъясняют необходимость проведения исследований. Главный аргумент – онкологическое заболевание выявлено на первой-второй стадии, когда у пациента ещё нет никаких симптомов, успешно лечится. Пациент выходит в стойкую ремиссию на долгие годы, часто болезнь больше не возвращается.